здравствуйте дорогие друзья сегодня расскажу не все но кое-что о фруктах не то чтобы в научном каком-то заумном в повествовательном жанре вот правильное слово но однако же с претензией на оптимальное их употребление как для обычных простых людей так и для людей у кого есть сахарный диабет а также для тех кто заботится о профилактике диабета подойду с интересной стороны знаете ребят у меня есть стойкое внутреннее ощущение убеждения что чем больше человек вмешивается природу тем больше вредит самому себе и здесь можно долго и красиво рассуждать на тему дескать нам при рождении даны определенные механизмы которые должны работать слаженно а мы по своему незнанию влезаем какие-то там меняем настройки опираясь на определенные так называемые научные теории в итоге их сбиваем корректировать как-то там пытаемся а потом сталкиваемся с определенными симптомами и так далее хотя изначально на автопилоте все должно работать но давайте ближе как говорится конкретики ближе к телу как говорит гиде мопассан возьмем к примеру сезонность летом жарко зимой холодно те животные и птицы которые особенно в северных широтах проживают они к зиме готовятся побольше жирка набирают ребята с нами те же процессы происходят только мы об этом мало когда задумываемся давайте чисто гипотетически представим если бы не было у нас отапливаемых хижины теплых вещей каждый из нас искал бы возможность на зиму побольше какого-то жирка набирать потому что жирок это и тепло и защита и энергия в конце концов как ни крути обратите внимание чукчи они носят олени шкуры теплые да которые в суровые февральские январские там в юге холода согревает и плюс еще тюленем жиром намазываются с жирком теплее однозначно оказывается ребята природа сама благоволит подобному процессу дает нам постоянно определенные подсказки допустим созревает не просто созревает в какое-то время какие-то дни месяца в какие-то недели созревать те или иные овощи фрукты ягоды плоды определенные овощи мы можем дольше хранить зимой они у нас хранятся где-то мы по чуть-чуть подъедаем а фрукты ягоды определенные мы конкретно должны съедать тогда наиболее благоприятно когда они только созревают и природа так с нами разговаривает она говорит на держи тебе даже думать не надо бери то что даю мы у нее спрашиваем а зачем нам таких количествах в короткий промежуток времени те же овощи то есть фрукты или ягоды говорит расходует используя это по-грамотному подготовь себя к зиме в конце концов ребят у нас раньше не было такого доступа как сегодня круглогодичного большому количеству ягод и фруктов подумайте на досуге далеко не безызвестный факт что если мы поедаем фруктозу так как фруктах содержится она имеет свойство также как глюкоза конвертироваться в гликоген в печень мышцы то есть чтобы запас определенной энергии был допустим однодневно если у нас физическая нагрузка или стресс какой-то или голодовку мы себе какую-то устроим ну допустим разгрузочный день гликогена на день хватит на сутки любой может легко вынести но если нет опять же нагрузки на поджелудочный там диабеты и т.д. и т.п. то есть диабетиком голодать особенно ребят отдельная тема значит смотрите еще раз подсказку дает природа каждому из нас запасайся жирком потому что если полна печени мышцы гликогеном это будет идти куда правильно в жировую прослоечку чем больше мы будем есть фруктов тем больше мы жирком некоторые кто пытается сидеть на каких-то диетах ребят обратите внимание исключают какие-то продукты наиболее ценные важны допустим отказываться от необходимых столь жиров переходят вот я фруктики на фруктиках сижу ребята на фруктиках жиреют еще больше что и требовалось доказать сейчас это явление широко изучается специальными экстрасенсами лаборатории разумеется пока не на официальных началах и здесь обязательно ставлю восклицательный знак ведь речь идет конкретно о фруктозе природного происхождения которая содержится в тех же фруктах а не в той синтетической ненатуральной ненастоящей искусственной которые в магазинах в отделах там где для диетического дескать питания до разные начинает пряничка вы заканчивая уже фруктоза в таком концентрированном в чистом виде некоторые мамашки покупать чтобы детям чаек добавлять альтернатива якобы сахару или же люди у которых и так уже нагрузка есть на поджелудочную начинают сидеть на этих продуктах образно говоря да и еще дополнительные симптомы себе наедают кому интересно чуть подробнее ребят есть у меня ролик о такой фруктозе обязательно вставлю ссылочку в описании посмотрите разберитесь раз и навсегда с подобным вопросом вот что касается синтетической фруктозы весь некоторые эксперты эксперты я их так называю любят сравнивать мол нет никакой разницы яблоко апельсины или к примеру какие-нибудь там шоколадные батончики или сахар когда сахар с медом сравнивают известные личности понимаете о чем да и куда к чему они клонят давайте каждый ответит сам на вопрос не мне ребят даже отвечайте себе сами ответьте на вопрос если у нас сейчас да не ограничен доступ все в магазинах есть круглый год но если мы постоянно сидим на этих там фруктах на соках на каких-то вроде бы здоровые продукты получается чего мы постоянно какой-то зиме готовимся что ли лично я из того поколения когда фрукты были в диковинку зимой ну мандарины на новый год помните бананы были большой редкостью конфеты по праздникам это в ограниченном количестве самая распространенная сладости какие у нас были не знаю там блинчики какие-нибудь или бутерброд с вареньем но что-то мне подсказывает ребят что раньше такого повального столь поваленного явления с диабетом не было лет 15 20 30 назад поправьте если я где-то ошибаюсь конечно завязано не только на фруктозу вот эту гадостную промышленную синтетическую и на разные прочие другие некачественные пищевые продукты которые также нагружает и поджелудочную и иммунитет и потом застойные процессы в кишечнике все о чем вы и так без меня прекрасно знаете просто хочу сделать ребят еще один такой акцент что сезонно раньше люди употребляли с четкой привязкой к сезону ко времени даже к месту произрастания сейчас у нас границы серты как угодно в любое время мы можем доступ получить и зимой и весной летом и осенью нужно в основном употреблять почему потому что мы больше расходуем минералов мы потеем более активно я сейчас вам рассказываю у меня за бортом сегодня буквально пару часов назад 37 градусов ребята сауна 34 вчера вечером было в 7 часов вечера сейчас тоже около 7 я почему выбираюсь вечером потому что душно да мы потеем и расход минералы вот теперь оправдано вернусь домой у меня там клубничка лежит черешенька у нас уже созревает понемножку вот могу себе позволить как говорится во всех остальных случаях ребят для того чтобы запастись определенным жирком сейчас это оправдано а те кто любит фруктовые соки подвержены мощному стереотипу сейчас знаете какой стереотип у нас а витаминозы да зимой недостаток там витаминов всевозможных минералов и обязательно нужны соки обязательно нужны фрукты и многие которые эту тему тонкую тему не знают не обращают внимание они потом попадаются вроде бы продукты для здоровья да а оказывается продуктами подобными навредить можно жировую прослойку мы наедаем летом и осенью а умеренно уже зимой и весной нужно их употреблять природа нам всегда дает подсказки ребята нужно их видеть обязательно зачем открывать тайны сложного если необъяснимо простое к месту даже будет здесь сказать что с фруктовыми соками тоже горячиться не надо друзья поскольку в отличие от фруктов к примеру в которых есть вещества которые не дают быстрый всплеск инсулина не до не пинают так поджигуточную железу как свежевыжатый сок там есть вещества которые затормаживают усвоение разных фруктовых сахаров и они резко не повышают уровень сахара или уровень глюкозы крови да напомню что сахарный диабет это не только когда повышен показатель глюкозы крови но и когда повышен инсулин ведь инсулин вырабатывается вот этим нашим бета клетками желудочной железы расположены на строках у анагерганца 10 раз об этом уже рассказывал вот когда стабильно повышен уровень и глюкозы крови и инсулина через какое-то время может происходить бессимптомно вырабатывается при ней снижается чувствительность определенных тканей к инсулину и развивается так называемый комплексный комплексный симптом инсулинорезистентности дальше фруктовые якобы слово якобы подчеркиваю соки это не соки пюрешка в баночках которые для детского питания стойкое также убеждение что направлено на разрушение метаболизма с детства и тем родителям у кого еще мозг не засахарился рекомендую этот вопрос обязательно изучить потому что под разным видом под разными соусами нам преподносит некоторые добавки все вот эти глюкозные глюкозные фруктовые сиропы которые могут выступать также в роли консервантов если срок хранения вообще вот вы же сами понимаете приготовили свежие сразу срок ранее максимум полчаса даже не неделя не несколько дней приготовили сразу употребили там уже добавлены какие-то консерванты и они навряд ли отличаются какой-то натуральностью правильно их постоянно как-то шифруют маскируют небезызвестная история с добавкой hfc который вот кукурузный сироп с добавкой фруктозы его куда угодно ну в те же там пюрешкой или в соки пакетированные всевозможные его добавляют в газированные напитки и даже не газированы разные сладкие напитки холодные чаи и прочее безалкогольные или же энергетические напитки мюсли сухие завтраки типа полезные фитнес типа полезные батончики а по итогу что имеем просто какое-то красивое название и мало кто из нас задумывается как потом какие симптомы какие последствия может вызывать подобное в кавычках опять же возьмем питание скандальные очень истории нашумевшие были и тяжбы и иски всевозможные к разным корпорациям по поводу привлечения к определенной ответственности за то что они там шифруют маскируют по моему если меня память не изменяет 18 названий имеет вот этот hfc на корпорации определенные которые масштабно выпускают такую продукцию работают ребят согласитесь ведущие химики мира самые высокооплачиваемые химики если надо они придумают и 19 и 20 добавку так что нам каждому необходимо в данных вопросах но как минимум иритироваться ребят поймите я не проповедник идей вот этого так называемого анти глобализма когда нужно всем уезжать за город и питаться плодами рук своих да это было бы идеально но по минимуму нужно то есть вернее по максимуму более верное слово ограждать себя от некоторых плодов цивилизации пища должна быть проще такой принцип равно как и знание как информация ведь информации знания мы тоже как-то питаемся есть же у нас такая пища для размышлений вот вам пожалуйста пища для размышлений если вы готовите вот хозяюшкам на заметку да чего-нибудь свое захотели чё-нибудь сладкого съесть да приготовьте сами вы будете знать из чего вы это готовите если вдруг лень готовить значит не хочет знаете принцип такой есть веселый хочешь жрать сожри яблочко не хочешь яблочка не хочешь если сильно захотите заморочитесь приготовиться но вы приготовите из нескольких компонентов ингредиентов а если вы посмотрите в магазине возьмете какую-то ватрушку пирожок какой-то посмотрите сколько там неизвестных вам названий Что там прячется под этими названиями? Я не буду грузить подробно их, сам не хочу даже вдаваться в подробности, какие там конкретно компоненты, как они там негативно влияют. Ну, сами, ребята, интуитивно же вы чувствуете. Вот, повторю, продукты вы знаете, чего вы готовите? Гораздо проще, там, чуть-чуть чего-нибудь там можете исследовать. Есть масса полезных также рецептов, интернет вам в помощь, как можно приготовить на форумах у сыроедов, там, подглядите, и конфеты, и сладости, и пирожные, и торты, что хотите, если вы уж такой сладкоежка. Но если вы позаботитесь о экологии внутренней среды, если уберете сделать нормальную грамоту паразитарную санацию, вас не будет тянуть на эти разные там сладости и так далее. Потому что некоторые привязаны, говорят, ну, если я отказываюсь от каких-то там батончиков шоколадных или тех же мюслей, многие любят же, ведь сухие завтраки, думают, что это здоровое питание. На самом деле они также. Нагрузку на поджелудочную и инсулинорезистентность развиваются. Это давно уже исследованный и доказанный факт, публикуемый во многих там научно-популярных изданиях. Ну, не все обращают, не у всех хватает времени, ребята, все сейчас загружены вот так. Под самое не хочу, но обращать внимание на свое питание, несомнение, надо, потому что это и ваше личное, персональное здоровье, равно как и здоровье всей вашей семьи, включая детей и даже домашних животных, в конце концов. У меня есть потрясающий сюжет. Да-да, потрясающий. Мозг все-таки ест фруктозу. Хорошо, тогда давайте вы за себя голосуете, то есть мы одеваем шапочку фруктозы и пойдемте разбираться. Пойдемте. Not bad, not bad. Not you. Поэтому, если не получается забеременеть, то покровить пару месяцев мужа фруктозой, может быть, и не помешает. Станет намного активнее. Молодец, давай. А дальше вопрос с техники. Ясно? Ням-ням. Также есть масса статей и публикаций о разных веществах, которые повышают питательную ценность продукта. Но если мы с вами захотим найти, обнаружить где-то, монокли навести на информацию, какой наиболее оптимальный, наиболее корректный срок использования, употребления продуктов, которые вот только собрали урожай, сорвали с дерева, выкопали там из грядки, достали с куста, сорвали. То крайне мало такой информации, ребят. Вот повторите мой опыт, убедитесь сами. Дам несколько подсказок. Яблоко, которое сорвали только что с дерева, ну не подсказок, а примеров, да? Сорвали и то, которое полежало у нас 2-3 дня. Это уже 2 разных яблока. Для науки это одно и то же. Наукой не доказано, что там какие-то природные живые энергии, что там какая-то структура, вода там в этих фруктах или овощах, она по-разному уже ведет себя, да? И у каждого продукта, оказывается, ребята, есть определенные сроки. Я хочу найти эту информацию и табличку такую какую-то сделать. Обязательно как-то впоследствии буду у вас в этом направлении, как бы сказать, тоже вовлекать вас в то, чтобы к вам тоже была доступна подобная информация. Но смотрите, даже ягоды. Мы сорвали с куста или с дерева, там вишня или земляника. У одних ягод там 5-7 минут всего лишь. У каких-то 15-20 минут. Оптимальный, вот самое свежее, самое полезное будет, когда только вот, вот сейчас. Вы же сами прекрасно знаете, интуитивно чувствуете, интуиция, которую наука тоже не измеряет, что да, это где-то есть зерно в этом правде, зерно истины. И когда мы покупаем уже в готовом виде, вернее, в привезенном, откуда везут, как хранят, насколько там обрабатывают, чем, я уже не говорю, в какой почве это выращивают. Мы не задаемся подобными вопросами. А, купили черешню, она полезна, или клубнику какую-то, сейчас вот сезон как раз повторю. А когда мы покупаем привезенное не по сезону и стараемся на это все налегать, я далек от мысли, что это все будет близко к здоровью, ребят. Ну да, естественно, лучше, чем какие-то там гадостные продукты в магазине, уж лучше какие-то. Но имейте в виду, ребят, напоминаю, диоксид серы, посмотрите, что там в сухофрукты добавляют, есть отдельное кино. Потом, по ягодам хотел еще что-то сказать. А, варенье, ребят, варенье, которое многие любят, да, варенье лучше, чем сахар, с одной стороны. Потому что сахар это дисахарид, сахар, слово имеется в виду, это молекулы глюкозы, молекулы фруктозы. А фрукты, ягоды, напомню, там есть вещества, которые притормаживают всплеск сахара крови или глюкозы крови, инсулина. Именно уж лучше варенье, чем сахар. Но сахаром не увлекайтесь, с другой стороны, потому что подкормка патогенов может потенциально происходить. Раньше использовались три наиболее таких самых распространенных вида, вернее, способа сохранности продуктов. Первое – это соление, второе – квашение, третье – сушение. Все. А потом, когда придумали сахар, начали варенье делать. Потом придумали морозильные камеры, глубокая заморозка. Попутно придумали кучу искусственных консервантов. Искусственная, она гораздо дешевле, вот эта вся синтетика, чем естественная. Да естественная, натуральная, не должно храниться и не нужно хранить его долго. Природа, повторю, дает нам определенные подсказки. Ягодки ешьте свежие, можно замороженные. Не сильно они теряются в свойствах. Для диабетиков подсказка – 100 грамм за один раз, до 100 грамм допустимо. Но темненькие ягодки – голубика, ежевика, черника, смородина, варенье. Или же какие-то… Нет, про варенье не буду больше рассказывать. Про соки хотел еще чего-то. Ребята, соки обязательно разбавляйте. Допустим, всеми любимый апельсиновый сок содержит 3-5 апельсинов. Уж лучше в свежем виде съесть. Ну, на крайний случай водой можно разбавить или брокколи. Пожалуйста, очень хорошее сочетание апельсин с брокколи. Притормаживаем. Будем всплеск инсулина, всплеск глюкозы крови. Фрукты за один раз прием. Два фрукта скорее как исключение, а не как правило. Один фрукт за прием. Сезонность учитываем. Местность, где произрастает. Это яблоко или это груша. Откуда лучше отечественное свое, где-то неподалеку. Тоже есть интересный принцип. Потом как-нибудь в последующих публикациях расскажу не все сразу. Да, понемножку. Интересное, но понемножку. Так вот, фруктовые салаты, ребят, лучше не увлекаться. Они бардак разный там наводят внутри. Давным-давно сам пересмотрел этот вопрос. Раньше любил, когда не знал. Потому что разные там ферменты и так далее. Ну, стоит ли напоминать, что нельзя фруктами заедать еду основную? Думаю, все-таки стоит. Они быстрее перевариваются. Их нужно отдельно, как отдельный прием пищи. Но, допустимо, перед едой, чтобы всплесков тоже не было резкой глюкозы, перед едой там минут за 15, за 20 фруктина какая-нибудь. Потому что если мы съели основной прием пищи, комплексный отбед, а потом забросились фруктины, он быстро переварился, белки не успели. И это все будет там гнить, бродить по-всякому, по-разному. Потом не удивляйтесь, если нарушение пищеварения и так далее. Но это уже тоже такие тонкости, частности. Затем, еще о соках чего-то хотел. До физической нагрузки, а лучше после, когда гликоген расходуется. 50 грамм гликогена способны запасаться наша печень. Имейте в виду. Ну и в принципе, ребят, по фруктам можно было гораздо больше рассказать. Но я думаю, предостаточно. Были еще какие-то подсказки. Сушилка, вот, вспомнил, ребят. Одна из хороших таких инвестиций в здоровье, это сушильная камера. Как она там называется? Картинку обязательно вставлю. Там несколько не поддонные, а как и на противенье. 30-35 градусов, щадящая температура, 7-8 часов. Вставим и вуаля, готовы. Хотите морковь, хотите кабачок, свекла, яблоко, грушу, айва. Да, по вашему усмотрению, если подобные штуки любите, легкий, полезный перекусон без всяких консервантов, без всякой дряни, гадости, приготовлен в домашних условиях. Единственный недостаток, ребята, мотает электроэнергии. Я не покупаю, у меня нет такой штуки, я не так часто увлекаюсь, я не очень люблю все вот эти разные там чипсы. Ну так, в охотку можно там пожевать иногда, да. Но те, кто любит, пожалуйста, обзаводитесь. И, к слову сказать, у нас тут электроэнергия, все же стремятся, Европа там ориентируется, такая вся клевая, классная. Ребята, около 100 евриков я плачу в месяц за электроэнергию с учетом разных всех налогов. У меня нет солнечной батареи, пользуюсь бойлером, электрочайник, электроплита, которую не так сильно часто пользуюсь. Ну, в общем, ребят, те, кто умеет считать, посчитайте, сколько там киловатт у вас расходуется. Многие говорят, которые там подсчеты делали, что значительно дешевле, если покупать даже вот в готовом виде. Ну, опять же, вы будете знать, из чего вы готовите. Хотелось бы еще, ребят, поговорить с вами на тему, с которой мы столкнулись. Ну, давайте так, это будет напоследок, вкратце. Обратите внимание, насколько мы сейчас зависимы от крупных сетей супермаркетов, которые поставляют туда продукты, не всегда хорошие, опять же, и нам говорят, у вас есть выбор. Не хотите плохие, зайдите в другое дело, купите хорошее. Это иллюзия, это выбор без выбора. У нас на территории постсоветского пространства планомерно подавлялось и, можно сказать, уничтожало сельское хозяйство, чтобы сейчас людей все же сделать в определенной степени независимыми. Кто-то еще питает иллюзию, что это как-то по-другому. А вдруг перекроют кисло, не будут поступать они туда, эти продукты. Что там, у людей паника, а затем будет. Поэтому, ребята, находите здоровые альтернативы, пользуйтесь продуктами, которые есть в доступе у вас, на вашей родной где-то территории произрастают. Находите связь с фермерами, об этом подсказок уже не раз рассказывал. Смотрите, такая аналогия, у нас есть телевизор, и нам говорят бесконечно вот эти юмористические шоу, или политические ток-шоу, которые вот задостали уже всех. Возьмите пульт, переключите, не смотрите, ребята, это иллюзия выбора, там одно и то же. В интернете то же самое, мне недавно спрашивали, а как ориентироваться в интернете, как стоящие какие-то материалы, ребята, я не знаю, какими сенсорами, какими перископами нужно обладать, чтобы найти. Чувствуйте, слушайте интуицию, ребята, она должна как-то тоже работать. Собирайте зернышко, курочка по зернышку клюет. Так же и здесь, ведь сейчас, понимаете, есть масса достойнейших людей, которые, и мы с вами знаем таких людей, с которыми интересно поговорить, и даже интересно помолчать, у которых нет ни страниц в Ютубе, ни блогов каких-то. И, ребят, это не умаляет их достойных качеств. Не всем туда надо. Я почему это, к слову, сказал? Поскольку есть сейчас поколения, я их называю ласково так, выкормыши вот этой углеводородной цивилизации с уклоном на западные ценности, так называемые, да, которые, говорят, дескать, в Гугле, если чего-то нет, то этого не существует. Вот, ребята, много есть мыслей и идей, и всего такое интересное, что даже и не стоит тянуть в интернет. И визитная карточка многих, это наука не доказана. Или согласно последних научных исследований, ребята, давайте, в конце концов, уже тоже уметь фильтровать и пользоваться инструментом вот таким, а не планшетами, смартфонами и так далее, интуицию свою прокачивать в конечном итоге. Поскольку сейчас, ну, я не люблю ругать, конечно, кого-то, да, но есть современная молодежь, которая с вот этими ценностями по поводу, а сколько у тебя там подписчиков где-то там на странице, а какой модель у тебя там смартфон, а, лошара, с тобой неинтересно, с тобой особо. Ребята, находите людей, находите настоящих, тех, которых не надо в интернет тащить, и не все, повторю, идеи и мысли там должны быть. Пишите, что думаете по этому поводу. Достаточно сегодня подрассказал вам, чтобы я также мог ориентироваться и чувствовать, что есть у меня, а я чувствую и знаю, что у меня есть единомышленник много здравомыслящих, хороших, здоровских, интересных, грамотных, умных и замечательных людей, моих самых любимых подписчиков и зрителей моего канала. Ребята, всем крепкого здоровья и фруктового настроения. До скорой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok